Добрый вечер дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы День Люди События. Сегодня говорим о событии 11 ноября. В 1834 году горное ведомство России пригласило к себе на работу профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги общего пользования в Европе Франции Антона фон Герстнера. В том же году он был командирован на Урал для изучения условий сбыта продукции горных заводов и обзора местных путей и сообщения. По возвращению в Петербург он предоставил Николаю доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург-Москва. После рассмотрения технических и экономических аспектов строительства таких дорог специальным комитетом Герстнеру была выдана привилегия на постройку царско-сельской железной дороги. Средства для выполнения работ, 3 миллиона рублей, были собраны по подписке в течение 6 месяцев. К весне 1836 года все было подготовлено для начала работ. Насупь начали возводить в мае 1836 года. Всю трассу, за исключением местности, прилегающей к Петербургу, которая не была приобретена обществом, распределили на участки, отданные подрядчикам и артелем в 30 и 40 человек. Техническое руководство строительством осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах Англии. В стройку охраняли 30 смотрителей и столько же солдат и сторожей. Всего в период наиболее интенсивного строительства насыпи на трассе работали до 1800 человек. Во второй половине лета к ним присоединилось 1400 солдат, снятых с красносельских лагерей. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, использовались тачки и конные повозки. Торжественное открытие всей линии царско-сельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 11 ноября 1837 года. Первым рейсом из Петербурга в царское село управлял сам Герстнер. До обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно, и лишь перейдя мост, начал набирать скорость. Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «Ура!». Встречающих поезд подошел к платформе станции «Царская сила». Здесь в двух больших залах приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали в Эдивиль поездка в царское село, в котором главная роль была отведена паровозу. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.